Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! С вами на связи Викана. Сегодня я гадать не буду. Я сегодня хочу показать вам некий, не то что ритуал, да, а некий совет хочу вам дать. Вот, правильно подобрала слово. Я сама знак огня, еще и дракон, поэтому я очень обожаю свечи. И все мои знакомые друзья знают, какой подарок мне подарить, подсвечники, либо свечи. Все прекрасно понимают, чему я буду очень рада. В моем доме очень много, великое множество всяких разных свечей, плюс я их сама, конечно, делаю сам. Сама делаю такие свечи из разных материалов. Например, даже вот такие свечи, видите, на умягчение злых сердец, черные свечи, с черными сердечками, вернее, свеча, сжигаем ее и, соответственно, избавляемся от врагов, либо еще от чего-то. Также на гармонизацию отношений вот такие я делаю с розами, вкраплениями. Ну и всего-всего много. Витые свечи на отношения. Ну, конечно, много покупных свечей у меня. Я никогда не упущу возможность, чтобы зайти в магазин и не купить, не прикупить несколько свечей, которые мне очень сильно понравятся. Есть специальные такие ресурсы, где я приобретаю очень много свечей. Очень много свечей. Они мне часто нужны для работы, потому что люди просят что-то делать. Но сегодня я буду говорить не об этом. Я хочу подсказать, как проверить человека по свече. Уж знаете, вот в свечной-то магии я прекрасно все понимаю, я всю жизнь с этим живу. Я знаю очень-очень много разных способов. Но сейчас хочу вам рассказать такой достаточно простой способ. Ну, такое небольшое видео вам запишу, посмотрите. Вы ждете в гости человека, либо должна у вас произойти какая-то встреча с человеком, и вам хочется заранее знать, с чем пришел к вам человек. Почему? Потому что, знаете, как говорится, чужая душа, ну вот она действительно потемки бывают, да? И не каждый человек, конечно, вольный что-то рассказывать другому человеку. Поэтому не надо никакого колдовства, что-то вам там делать, да? Есть такой спокойный способ. Хотите, проверьте сами. Хотите, проверьте сами. Даже если ваш любимый к вам придет, да? Ну, на свидание, либо просто поговорить о чем-то, вы заранее можете узнать, с чем пришел человек к вам. Поэтому нужно поставить между собой и человеком свечу. Ну, просто. А можно, знаете, как сделать? Любую свечу. Какую-нибудь красивую, праздничную поставить, да? Не обязательно церковную поставить, да? Фаза луны здесь, извините, совершенно, ну, не важна. Вообще не важна. Поэтому любую свечу, на ваше усмотрение, на ваше усмотрение. Единственное, что хочу сказать, это свеча должна просто, просто догореть потом. Ее ни в коем случае не тушите во время, как говорится, вашего, вашей беседы, да? Вашей встречи. Итак, что такое вот это, что будет происходить? Значит, будем рассматривать это так. Вот ставим свечу, свеча горит, и вы наблюдаете за свечой. Ну, вы, конечно, делаете так, чтобы человек не заметил, что вы это делаете, да? Просто краем глаза как-то в разговоре поглядывайте, поглядывайте на свечу. Если огонь горит ровный, спокойный, значит, он соединяет слова вашего собеседника и ваши слова, и также мысли. Это может помогать, конечно же, разобраться в судьбе человека. И вот если огонь горит ровный, вообще пламя не шевеет, ну, в смысле, оно прямо горит, пламя, да? Ну, бывает, покачивается чуть-чуть из стороны в сторону, вот как у меня сейчас, вот видите, здесь горит свеча. Совершенно спокойно говорит о том, что я пришла к вам с добрыми мыслями. Хочу вам добра. У меня, видите, пламя здесь не прыгает, не скачет, сильно не дергается и не коптит. Значит, это сейчас показывает мое намерение, о чем я сейчас буду с вами говорить. Значит, я говорю с позитивными мыслями, с доброй душой я сейчас с вами, да? Вот так между вами будет происходить. Значит, просто человек пришел, и он говорит вам действительно то, что он хочет вам сказать и желает вам добра. Если же во время беседы воск, как слеза, медленно стекает в подсвечник, он просто вот оплывает свеча, да, просто вот внизу начинает, он просто вот пошел, пошел воск вниз. Это признак того, что душа человека на самом деле неспокойна. Он плачет, душа его плачет, он переживает. И то, что он может вам даже что-то такое говорить, даже что и не намекает на это, вы должны понимать, что у человека грустно на душе. Возможно, что-то скрывает. Особенно между любимыми людьми так бывает, что очень сильно переживает, но не хочет вас огорчать. И нужно спросить человека, что у тебя на душе, что у тебя тревожит, что у тебя печалит. Далее. Бывает такое, что разговор, ну, не клеится. Не клеится. Ну, может быть, даже и клеится, но вы что-то чувствуете, да, свеча сразу слоит эту энергию. Я вас в этом уверяю. Свеча начинает что делать? Она начинает трещать, да. Коптить. Вся потемнела. Идёт чёрный дым. И сразу становится понятно, что в сидящем человеке, который напротив вас, много тьмы. Как я называю, тьма. Это такие, знаете, коварные замыслы. Злоба. Зависть. Что ещё хочу сказать. Свеча это себя чувствует. И поэтому она начинает коптить. Вам показывать, сигналить, что будьте осторожны. И очень страшно, если свеча вдруг резко погаснет. Резко погаснет. Это говорит о том, что человеку даже пришёл, может, вам какой-то подклад сделать. Какое-то магическое действие. Либо он уже на вас это сделал и пришёл проверить, как вы себя чувствуете. Свеча будет гаснуть. Она не хочет просто принимать этого человека. И она вам даёт чёткий показатель, что здесь дело точно нечисто. Если же человек начинает вам врать, что это может показывать? Это значит, свеча выгорает с одного боку. Вот она просто, вот фитиль у неё остаётся. Вот фитиль здесь стоит, да, у неё. А с одного боку она становится кривой. Оплывает, просто вот горит с одной стороны. Одна сторона, вот, может быть, видели, когда свечи, как остов такой остаётся. Низ вот уходит, да, а вот кусок свечи торчит кверху. Это значит, человек врёт, не договаривает. И свеча, соответственно, не добирает информации и вам точно так же сигналит. И показывает, что вас просто обманывают. Также, если мы говорим про любовь. Вот, например, я делаю такие свечи. На негатив, да. Вот негатив здесь, да. Чёрная свеча, это негативная. Вот я обычно беру две свечи, такую и такую, и сделаю кручёные свечи своими руками. Рукой мастер, как говорится, да. И вот можно загадать человека по чёрной свече, врага вашего какого-то, да, или недруга. Либо тот, кто к вам плохо относится, а вы хотите, чтобы человек к вам хорошо относился. Вы зажигаете эти две свечи, и добро сплетается со злом. И тут начинается борьба добра со злом. И вы посмотрите, как будет гореть свеча. Там много, кстати, очень интересного. Какая быстрее выгорит. Если они будут гореть равномерно, значит, ожидайте, всё-таки скоро будет у вас примирение с этим человеком. Но не сразу. Соответственно, это нужно повторить раза три, либо семь. Потому что я всегда, мои дорогие, говорю, что такое обряд? Это опыт. Опыт и ещё раз опыт. И когда вам кто-то говорит, вот я сейчас сделаю обряд, у вас всё получится, например, да. Вы можете понимать это так, что человек, даже если этот обряд сделал, то он учился его делать несколько раз. И вот только тогда человек становится профессионалом. Если у вас не получается первый раз, пожалуйста, повторяйте. Упорно, настырно просто повторяйте и повторяйте, пока вы не приучите этот обряд к себе. И только тогда у вас начнёт всё получаться. На любовь можно проверить, да, как относится к вам ваш любимый человек. Вы берёте две свечи. Вот так вот их можно скрутить. Я вот такие скрутки делаю тоже рукой мастера, так сказать, да. Кстати, у них часто заказывают эти свечи. Я их высылаю, эти свечи. На одной можно иголочкой нацарапать ваше имя, на другой можно нацарапать имя вашего любимого человека. И посмотрите, как к вам оно относится. Зажигаете свечу. Вот тут два фитилька есть. И они начинают гореть. И вы посмотрите, начнёт отклоняться от вас человек, либо начнёт вас обнимать. Какая сторона, какая свеча быстрее сгорит, которая быстрее прогорит. Хорошо, если две свечи прогорят одновременно. Это нужно понимать. Та, которая прогорит быстрее, значит, человек вас меньше любит. Либо ваша любовь к нему уменьшилась, но вы пока этого не замечаете. Либо происходят какие-то обстоятельства, которые покажут, что вам придётся разлюбить этого человека. В общем, вот такие обряды. Но их достаточно много. Я в этом веряю. Их очень много. Их можно показывать фактически просто бесконечно, эти обряды. Но я хочу, извините, у меня просто садится по всей видимости голос. Сегодня у нас идёт сильный дождь. Я очень зависима от этого дела, потому что работаю постоянно с вибрациями. Поэтому иногда, часто мне бывает просто сложно говорить. Почему я говорю, что провести консультацию, это всё, вы знаете, не так просто. Это не так просто. Это ваша энергия. Вернее, это моя энергия. И очень часто просто потом приходится много молчать. Молчать, чтобы наращивать энергию по новой. Вот часто вы чувствуете, как у меня подсаживается голос. И поэтому я завершаю. Завершаю. Я просто вам сейчас рассказала. Но на самом деле сейчас мы с вами находимся в магическом пространстве. Почему? Когда я создаю это магическое пространство, соответственно, что бы я ни делала, это всё, конечно, влияет и на меня. Поэтому я сейчас вам создала доброе магическое пространство. Видите, свеча как горела, вот ровно огонёчек, видите? Так она ровно, собственно, и горит. Это вот можно даже вот так проследить. Видите, вот я вам поднимаю её. Свеча горит ровно. Она не коптит. Конечно, то, что она колышется с стороны в сторону, это нормально. Потому что идёт вибрация, когда я разговариваю. А так свеча спокойна совершенно. Она не трещит, не коптит. Она не выдаёт никаких, как говорится, негативных вариантов. Поэтому здесь будьте спокойны. Я вас зарядила только позитивом. Всего доброго, мои дорогие. С вами была Викана. Надеюсь, мои советы вам, может быть, в чём-то помогут. И вы их примените на практике, и вам они помогут. И вы можете как бы каким-то образом разобраться всё-таки, что с человеком происходит. Но ещё раз повторяю. Повторяйте это почаще, и у вас почаще это будет получаться. Удачи вам, мои дорогие. Всего вам доброго. Долгих лет вам жизни. Берегите своих любимых. И пускай ваша судьба сложится только в позитивном направлении. С вами была Викана. Ожидайте моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok